Инспекции ВЗУ-2 микрорайона Трёхгорка. Кружные депутаты решили лично проверить, как готовят к осенне-зимнему периоду важный инженерный объект и убедиться в качестве воды. В современной и автоматизированной котельной соблюдены все стандарты и технологии очистки. В этом депутатов заверил и начальник цеха водоснабжения Александр Медведев. В четырех скважин у нас вода поднимается, проходит через станцию обезжелезывания. После станции обезжелезывания идет предварительное обеззараживание. И уже очищенная вода подается в РЧВ. С РЧВ уже вторым подъемом подается население. ВЗУ-2 модернизировали в 2021 году. Он обеспечивает водой более 40 многоквартирных домов, школу и детский сад. Впрочем, депутаты остались довольны и тем, как обслуживают объект. Сразу после ВЗУ осмотрели входные группы домов 25, 31 и 35 на Кутузовской улице. Оценили качество проведенного ремонта. Нет, ну слушайте, ну в такой входной группе приятно находиться. Здесь ремонт был завершен в 2019 году. В 19-м? Да, либо в 20-м. И 35-й дом ввели раньше. Да, ну вот обратите внимание, здесь он чуть позже, но он все равно в хорошем состоянии. Качественное напольное покрытие, приятные фактуры и цвета. В некоторых подъездах увеличили помещение для консьержа и добавили пандусы. Для удобства мам с колясками расширили проемы. Ранее не было здесь пандусов? Не было, не было. Здесь ступеньки были до конца. Да, здесь уже мы сделали опалубку, залили, все это сняли, сюда бой положили, залили. Ну, удобно. Взаимодействие между жителями и управляющей компанией налажено. Всего за пять лет удалось отремонтировать 78 подъездов. Жители хотят, управляющая компания реализовывает. Самое главное, что хорошая коммуникация между жителем и управляющим. В ходе инспекции также осмотрели и контейнерную площадку. Она давно нуждалась в модернизации. В ближайших планах привести ее в нормативное состояние. Здесь не одну зиму было перенакопление мусора. Соответственно, контейнерная площадка была поменьше. Всего восемь баков, по-моему, стояло. И запарковано здесь очень сложно. Площадку расширили, добавили больше баков, чтобы исключить перенакопление. Ремонт навеса еще в процессе. Санитарные нормы строго соблюдены. На Трехгорке непосредственно реконструировали, так скажем, порядка десяти контейнерных площадок. Только на Трехгорке что мы сделали? Мы их расширили, увеличили количество баков. А это один из проблемных участков на улице Чистяковой, 58. Дыра в асфальте прямо на проезжей части. Причины пока точно не установлены, но есть подозрения, что где-то подмывает грунт. Чтобы поставить точки над «и», решили прибегнуть к современным технологиям. Вот здесь находится камера, вот непосредственно монитор запускать. Сейчас будем в сеть туда ее и смотреть на провалы или какие-то на целостность трубы. Цель инспекции – дорого, но эффективно. Устройство с камерой опускают в коллектор. Изображение в режиме реального времени поступает на монитор. Вот он провал, из которого мы его выведем. Что будем принимать меры? Будет заново доставаться от труба, меняться, замазываться бетоном. Утрамбовываться будет песком, щебнем, грунтом и дальше уже асфальтом. В течение 10-15 дней специалисты обещают привести проезжую часть на Чистяковой 58 в порядок. Благоустройство также затронет и две детские площадки поблизости. Депутаты заверили, такие инспекции будут носить регулярный характер. Татьяна Верняковская, Андрей Безуглов, телекомпания «Одинцова».